Всем привет дорогие друзья и сегодня мы будем делать вот такой вот прицел. Для начала нам понадобится лист пластика толщиной 3 мм. На нем вам нужно будет начертить дизайн вашего прицела, чтобы потом это можно было вырезать. Нам также понадобится коробка из-под старого диска, а если подетальнее, нам понадобится стекляшка, которая идет сверху. И пластиковая коробка, в которой собственно и прицепляется диск. Итак, давайте же начнем. Чтобы вырезать этот чертеж, нам понадобится канцелярский нож. К сожалению, на данный момент у меня нет возможности взять пилу и просто тупо отпилить этот кусочек. Поэтому канцелярский нож был лучшей опцией для вырезания пластика на данный момент. Ну а пока я вырезаю, я хотел бы рассказать немножко чё по вообще происходит о моем канале. Короче говоря, учеба. К сожалению, сейчас моя школьная программа составляет 90% моего времени свободного. И времени для того, чтобы делать видео у меня, к сожалению, нет. А как же выходные, спросите вы? В выходные я либо делаю домашние задания, либо плохая погода. Короче, делать видео буду именно тогда, когда у меня есть время, мотивация и погода хорошая, что очень редко случается. Короче, видео я буду выпускать, когда смогу. Ну а на экране вы сейчас видите, как я пытаюсь в первый раз в жизни работать с пластиком. Я использовал самую простейшую зажигалку и ручку, чтобы придать прицелу его форму. Сначала я думал сделать прицел по примеру голографического прицела, но потом подумал, что это будет слишком скучно и решил взять в пример красный прицел из Battlefield 4. В итоге у нас получается вот такой вот прицельчик после всего, что я с ним сделал. Так как это был мой первый раз, очень много ошибок было совершено, даже в каких-то местах я его сломал. Но в итоге у меня как-то вот так нормально получилось. Дальше нам нужно будет вырезать вот такую пластиночку, которая у нас пойдет как пол, можно сказать, для нашего прицела. Ее я тоже вырезал канцелярским ножом и приклеил, используя пистолет. Дальше нам нужно будет вырезать небольшой кусочек из непрозрачного пластика, который у нас будет держать небольшую лампочку, которая как раз у нас и будет лазером для прицела. Чтобы эта деталька выглядела симметрично, я отмерил половину диска, а потом отмерил полтора сантиметра от половины и длиной до серединки. Потом я вырезал эту детальку и вот так вот она, короче, у меня выглядит. Эта деталька у нас пойдет ближе к началу нашего прицела. Вот таким вот образом я планирую зацепить сюда. И сейчас нам можно будет просверлить небольшое отверстие для нашей лампочки в этой детали. Эту дырочку нужно будет просверлить в середине, вот именно здесь. В конце концов я решил пробить эту дырочку, используя накаленный гвоздь. Ну а пока я мог нагревать вещи, я решил в паре местах согнуть пластик. Как видите, я загнул парочку концов в задней части нашего прицела. Также загнул фронтальную панельку на нашем полу, который, кстати, теперь у нас очень хорошо въезжает в прицел. Также я вырезал вот эту вот небольшую дощечку, которая у нас пойдет с пластинкой, которая будет держать нашу маленькую лампочку. Выглядит она у меня вот так вот, и она пойдет в задник нашего прицела. Вот так вот она у нас складывается с пластиковой панелью. И именно вот таким вот образом она у нас закрепляться будет. Ну а черная панелька у нас идет сверху, так чтобы щелочка, через которую у нас должна светить лампочка, у нас доставала до стекла спереди. В общем, как только все соберу, я вам покажу. Также вы можете заметить вот эти две маленьких детальки, и они у нас пойдут с двух сторон, чтобы закрыть пробелы. Разнообразные щели, и просто чтобы эстетично выглядело. Также я уже подобрал небольшую батарейку, которая у нас будет вмещаться под вот этот черный козырек. И также подобрал лампочку, и если мы их соединим, они у нас будут вот так вот гореть. В общем, они у нас пойдут под черный козырек. Как видите, лампочка будет у нас проходить и светить через вот это вот небольшое отверстие, которое я вырезал, и прямо на стекло, которое у нас должно будет быть спереди. Давайте-ка еще раз протестируем, как будет работать все это дело. Как можете заметить, наш лазер хорошо очень проходит через отверстие. Чтобы вам легче понималось, я взял как раз то самое стеклышко, которое мы будем использовать для прицела. И, как вы можете заметить, мы можем видеть этот красный лучик света. И именно так и работает красный прицел в реальной жизни. И, в общем, именно таким образом мы и будем его делать. Сейчас мы все это дело будем собирать, так как все детали уже готовы к сборке. И делать это все дело мы будем, используя пистолет, опять же. Впрочем-то он нам и понадобится. Для сборки всего прицела. На то, чтобы собрать весь прицел полностью с начала до конца, у меня ушло примерно, ну, скажем, целый день. Больше всего нервов я потратил на тот момент, когда мне нужно было гнуть пластик, используя зажигалку. Мне кажется, это было довольно интересно. Из-за моего неумения обращаться с пластиком я пару раз обжегся, конечно же. Но ожоги были небольшие, поэтому жить можно. Также хотел бы рассказать о парочке следующих проектов. Один из следующих проектов, кстати, который я хотел бы очень сделать, это Кар 98К из PUBG. Я хочу сделать эту винтовку из дерева, чтобы у нее все работало. Но пока что нет возможности выйти и что-то вырезать. Поэтому буду ждать удачного момента, когда у меня появится возможность. Также сейчас у меня находится в разработке пистолет М9. Его я делаю чисто потому, что я хочу вернуться обратно в вырезание. И все это дело после года, можно сказать, интенсивной работы над уроками. По прогрессу у меня пока что не особо все продвинулось. Я сделал собака, кстати. Пришла что-то. Можешь записать видео. По прогрессу у меня пока что я сделал чертеж. Перенес его на МДФ. Осталось только вырезать, в принципе, склеить, да и обработать. Но, опять же, пока что возможности это сделать у меня нет. Но вы спросите, опять же, как у меня получилось сделать это видео? А я вам отвечу, что у меня недавно были каникулы. Мне дали неделю. Но также с этой неделей мне дали очень-очень-очень-очень-очень-очень много курсовой работы. Поэтому это видео получается очень удачно у меня вышло. Так как в большинстве случаев я просто был каждый день занят. Поэтому было очень сложно сделать именно это видео. Это изобретение заняло у меня больше времени, чем я ожидал. Но, в конце концов, я довольно рад тем, что у меня получилось. Я очень надеюсь, что в будущем у меня получится вернуться к деланию поделок. Итак, давайте же рассмотрим получившийся прицел. Как вы видите, все работает именно так, как оно бы работало на настоящем прицеле. Чтобы выключить данный прицел, мне нужно будет просто перевернуть батарейку там, где она сидит. Для этого нужно открыть вот эту небольшую картонную заслонку, которую я поленился сделать из пластика. Но мне кажется, картон все равно лучше подошел для этой работы. Как вы можете заметить, здесь у меня сидит батарейка. Сначала я думал, что мне нужна будет такая небольшая бумажка, чтобы перекрыть кондукцию между лампочкой и батарейкой. Но, в конце концов, бумажка мне не подошла. И я решил просто переворачивать батарейку и оставлять ее в самом гнезде. Как вы можете заметить, я внизу сделал небольшие рельсы. Это для того, чтобы они крепились к моим автоматам. В конце концов, оно никуда не прикрепилось, но я хотя бы попробовал. Мне тупо пришлось приклеивать этот прицел на двухсторонний скотч, используя парочку картонных... Используя такие небольшие картонные прокладки, которые помогают приклеить прицел на рельс. На данный момент этот прицел стоит у меня на М4 из Critical Ops. К ней я даже решил сделать небольшой такой глушитель. Я в конце видео покажу, как этот прицел смотрится именно на этом оружии, потому что смотрится он довольно классно. Сейчас я вам покажу, как этот прицел выглядит на некоторых моих поделках. Вот, допустим, Вектор. Поставил я этот прицел без нужды приклеивать его. И он у меня очень хорошо зашел на планочку Пикатинни на этом пистолете-пулемете. Вот только хотелось бы убрать голографический прицел. Также он очень легко у меня снимается, как вы можете заметить. И его даже можно надеть куда-нибудь вперед. Может, когда-нибудь я сниму голографический и все-таки поставлю именно этот прицел на Вектор. Дальше я решил попробовать поставить этот прицел на Диггл. Смотрится, конечно, ужасно, но накрепился он как родной. Смотрится ужасно, но как-никак этот Диггл, и что бы я с ним ни делал, он все равно смотрится очень даже элегантно. Я также попытался нацепить этот прицел на Нигева, но он не подошел, мне просто пришлось его там поставить. Он как бы никак не закреплен, просто он там как-то стоит. Ну, в принципе, он более-менее как-то подходит этому Нигеву, но мне кажется, у меня есть оружие, которым этот прицел подойдет лучше. Я также попробовал нацепить данный прицел на один из моих пистолетов, этот тоже из Критика Лобса. Ну, нацепился это, он нацепился, но выглядит это... Ну, я бы сказал, ну, так, ну... Не особо, короче. Зато то, что очень хорошо получилось, у меня сейчас прямо перед глазами. Это дробовик, который я сделал более двух лет назад, и у меня даже есть очень старое видео по тому, где я его обозреваю и рассказываю о всех его фичах и так далее. И сейчас я его нашел и решил нацепить на него прицел, так как у него была рабочая планка Пикатинни сверху, и довольно прикольно он теперь на нем сидит, потому что планка Пикатинни более-менее зацепляемая. Так как планка Пикатинни у меня находится не только на моих поделках, я решил достать парочку своих игрушек, игрушек моделей оружий, которые я обозревал на своем канале, и решил примерить этот красный прицел для них. И вот решил взять ЭВП как пример, и, конечно же, как вы можете заметить, смотрится довольно прикольненько. А вот как раз и та самая М4, на которую я решил нацепить этот прицел. Как вы видите, я также сделал для нее глушитель, что обосновывает небольшую смену освещения, так как мне нужно было сделать глушитель и прилепить как раз этот прицел к планке Пикатинни, которой он не крепится. Впрочем, это все дело надо было все закрепить, все сделать, потом еще и записать видео, короче, много всего, ребят. Ну а на этом моменте я буду заканчивать видео, так как, в принципе, я все, что нужно, вам показал, и в конце будет чисто футаж того, как я перезаряжаю эту эмочку, и как этот прицел прекрасно смотрится на ней. Огромное спасибо за просмотр, оставьте лайк, если вам понравилось это видео или что-то новое узнали, потому что я пока сделал этот проект, очень много всего узнал. Никогда не имел понятия, как работают красные прицелы, но вот теперь собрал свой собственноручно, и как бы вроде все понятно. В общем, всем огромное спасибо за просмотр, и до встречи, ребят. Продолжение следует...